Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Айден Аимбетов стал третьим гражданином Казахстана, который отправился в космос. Старт состоялся сегодня в 10 часов 30 минут. Карагандинцы осудили за мошенничество в отношении банка. Кто еще замешан в этом деле, вы узнаете из сюжета Аи Мамриной. Суд по делу Серика Ахметова и других фигурантов начал рассматривать еще одно обвинение. Айден Аимбетов стал третьим гражданином Казахстана, который отправился в космос. Старт состоялся сегодня в 10 часов 30 минут. С космодрома Байконур на Международную космическую станцию он отправился в команде с российским космонавтом Сергеем Волковым, астронавтом из Дании Андреасом Магенсенсом. Для нашей страны это юбилейный 500-й запуск. Также известно, что Аимбетов и Магенсенс вернутся на землю 12 сентября, а вот Волков пробудет на орбите еще 188 суток. Карагандинца Владимира Бакая осудили на 5 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима за мошенничество в особо крупном размере в отношении банка. Однако адвокат осужденного с таким приговором суда не согласен. Со слов правозащитника, Бакай в этом деле лишь исполнитель, а настоящие заказчики аферы работают в банке и остались на свободе. Владимира Бакая обвинили в использовании чужого удостоверения при оформлении автокредита. Подсудимый своей вины не отрицал. Подтвердил, что воспользовался документом Евгения Зингера. При этом действовал не один. Со слов адвоката, подзащитного на этот шаг подтолкнул знакомый. Мол, он же и помогал в оформлении остальных справок для одобрения суды. Бакай на тот момент не работал. Супруга родила ребенка, не работал. Откуда у Бакай 613 тысяч внести первоначальный взнос на приобретение данного автомобиля? Да и зачем людям, у которых нет даже квартиры, они живут на съемной квартире, приобретать такой дорогой автомобиль? Кроме того, в деле замешанные сотрудники банка, говорит правозащитник. Однако поручение давало третье лицо, с которым представители финансового института были ранее знакомы, да и работали вместе. Но разбиравшийся в этом деле полицейский факты не учел. Потому адвокат подсудимого считает, что в следственных мероприятиях допущены ошибки. Но у прокурора своя правда. В зале суда присутствовала жена подсудимого и родственники. Они не могли скрыть свое волнение и слезы. Представитель Фемиды приговорила Владимира к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат осужденного намерен обжаловать приговор и привлечь к ответственности остальных виновных по этому делу. Между тем, у Бакая на свободе остался двухлетний ребенок. Айам Амрина Жасулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Накануне суд по делу Сирика Ахметова и других фигурантов начал рассматривать еще одно обвинение. Они связаны с государственными закупками опор освещения у компании «Стальцинг», директором которой является брат экс-премьер-министром. Был допрошен сотрудник предприятия «Горсвет» Светлана Пугачева. Адвокаты уличили женщину в даче ложных показаний. Как заявили обвинители суду, опоры, которые крепили не только фонари, но и светофоры, были закуплены в компании родственников Сирика Ахметова и приобретались они без положенного по закону тендера. Когда вызвали свидетеля Светлану Пугачеву, бывшую сотрудницу компании «Горсвет», адвокаты обвиняемых начали тщательный допрос, при котором обнаружилось, что у женщины на руках оказались выдержки из уголовного дела. Вот эта копия документов с нумерацией дела у вас откуда? Это нумерация уголовного дела. Когда я была на допросе, возможно, тогда вы к Сириле забрались. А кто вам к Сириле, я извиняюсь? Вам кто к Сириле? Возможно, я сказал. Я извиняюсь. Вас как зовут? Светлана Петровна. Светлана Петровна, вы будьте добрыми на нас тоже. Смотрите, пожалуйста. Почему вы слушаете прокурора? Вас прокурор потом не спасет, когда стаи будет подниматься. Не надо угрожать. Вы хотите угрожать. Я просто предупрежаю, вы должны понимать эту ситуацию. Однако откуда появился важный документ из уголовного дела, адвоката от свидетеля так и не услышали. Кроме того, Светлана Пугачева даже не смогла назвать имя чиновника, который оказывал давление на директора «Горсвет» для закупки опор в компании «Стальцинк». Вы сказали, пусть будет Аким. Вы вначале сказали, что Абдира вам сказал, но Абдира тоже спросим же, когда он будет здесь. Вы сказали, что Абдира вам сказал поручение Акимата. Потом сказали, я не различаю, но пусть будет Аким. Ваши слова? Так, Абдира вам сказал Акимат или все-таки пусть будет Аким? Какой ваш ответ? Ну, Аким сказал, да. Абдира так сказал? Да, да. А почему тогда этого сказали, пусть будет Аким? Ну, сказал он так. Волнение сказал. Очередное судебное разбирательство состоится завтра. Планируется взять показания у брата Серика Ахметова, директор компании «Стальцинк». Обвинители намерены узнать, как компания смогла получить многомиллионный заказ на изготовление опор освещения для города в период с 2011 по 2013 год. Бывшая сотрудница компании «Горсвет» Светлана Пугачева сегодня по этому факту показания дать не смогла. Роман Нартаев, 1-й Карагандинский. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. В стране остро чувствуется нехватка специалистов сельской промышленности. Работники старой, еще советской закалки, уже в возрасте. Молодых последователей не наблюдается. Эти и другие проблемы агропромышленности обсудили в ходе республиканской научно-практической конференции, которая состоялась в стенах сельскохозяйственного колледжа Каркаролинского района, которому, кстати, в этот день присвоили имя профессора Манжасара Адикенова. В конференции приняли участие не только педагоги и специалисты сельскохозяйственной отрасли, но и частные предприниматели. Бизнесмены, занимающиеся разведением скота, были озабочены сложившейся нехваткой квалифицированных кадров. Один из них – фермер Розак Ален. В его крестьянском хозяйстве работают около 160 человек. Ежегодно они выращивают около 7 гектаров зерна и 4000 овец. Также в его владениях достаточно и крупнорогатой скотины. Но вот специалисты все уже старые, ноги на пенсии. По словам фермера, в эту сферу необходимо привлечь молодых. «Есть острая нехватка агрономов, зоотехников и ветеринарных врачей. Поэтому нашему государству и учебным организациям нужно сделать упор на привлечение молодых именно в эту отрасль. Иначе ситуация в этой сфере будет плачевная». Профессора и предприниматели обсудили насущные вопросы. Главный из них – нехватка кадров в сельских местностях. В одной лишь Карагандинской области есть около 6 тысяч крестьянских хозяйств. Во всех них работают пожилые специалисты. «Мы должны в первую очередь создать условия для того, чтобы привлечь молодёжь в сельскую местность, поднять им зарплату, обеспечить жильём». В связи с сложившейся ситуацией сейчас проводятся работы по возрождению имиджа сельскохозяйственного колледжа города Каркарлинск. Учебное заведение с 80-летним стажем до сегодняшнего дня выпустило около 11 тысяч специалистов. Один из них – известный профессор Манжасар Адикенов. Именно поэтому его именем сегодня было названо данное учебное заведение. В результате заседания членов научно-практической конференции было принято решение подписать меморандум между Акиматом Карагандинской области и учебными заведениями. Желающим поступить на учебу по сельскохозяйственным направлениям будет оказана всяческая поддержка. Айам Абрина Арман Артаев, Первый Карагандинский. Предприятию «Сантехпром» повышение курса доллара пошло на пользу. Об этом говорит сам директор компании Владимир Крючков. С его слов, повышение стоимости их продукции позволит конкурировать с импортируемыми товарами. Девальвация и подорожание товаров неизбежно. При всем сожалении о трудностях, связанных с повышением цен для простых граждан, экспортеры должны остаться довольны, убежден Владимир Крючков. Будет повышение цен, в том числе и на продукты питания. И это отразится в любом случае на какой-то части населения, особенно в социально незащищенной части населения. С другой стороны, нашему предприятию, как экспортоориентированному предприятию, тому, который видит свой рынок в основном в Российской Федерации, эта девальвация была очень сильно необходима. Руководитель предприятия поделился трудностями, которые были у них раньше. С его слов, продолжительное время компания не могла выбиться даже на казахстанский рынок, так как наши граждане выбирали и покупали импортируемые товары из-за рубежа. Но в связи с девальвацией национальной валюты ситуация должна улучшиться. Это позволит нашим предприятиям стабильно по-прежнему выпускать свою продукцию, стабильно по-прежнему самое главное обеспечивать и конкурировать на тех рынках, которые у нас существуют. И самое главное, что мы ни в коем случае не затронем проблемы своих сотрудников на предприятии. То есть очень важно сохранить все рабочие места. Тем не менее, компания не намерена повышать цены. Ее руководство призывает людей не поднимать панику. Сегодня состоялось очередное заседание Дисциплинарного совета Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы. Было рассмотрено шесть дел в отношении госслужащих. Речь шла о коррупции в сельском хозяйстве. Председательствовал на заседании заместитель руководителя департамента Жандос Арсенов. Каждый из нарушителей получил свой выговор. Главный специалист по защите растений управления Шоманов Азад Жуманышевич многократно нарушал правила дорожного движения. И при заполнении протоколов об административных правоврушениях инспектором дорожной полиции в графе места работы с предпакт нахождение на государственные службы. А именно указал себя неработающим. Астана, Алматы, Кукшетау и Шимкент теперь изображены на новых памятных монетах. Нацбанк представил монеты из серии «Города Казахстана» номинальной стоимостью 50 сеньге. Тираж составил 50 тысяч каждой выпущенной монеты. Тысячи из них в специальной термовакупной упаковке. А монета «Астана» упакована в альбоме из серии «Города Казахстана» и выпущена тиражом 2000 штук. Монеты можно приобрести во всех филиалах Национального банка, в том числе и в городе Караганди по адресу Харжау, 19. Либо можно приобрести через интернет-магазин на сайте Национального банка во вкладке «Национальная валюта». Отголоски из прошлого. В школе номер 16 поселка Актаз находится бомбоубежище. В нем, по словам руководства школы, может поместиться более 500 человек. О загадочном здании знают немногие. Сегодня наши корреспонденты попытались выяснить, что таит в себе это место. Амина Смакова расскажет подробнее. Школа советского типа номер 16 построена еще в 1958 году. На первый взгляд, учебное заведение кажется четырехэтажным. Но о том, что под зданием находится бомбоубежище, известно не всем. В большом подвале, говорит руководство, раньше даже были двери-люки. К слову, заместитель директора по воспитательной работе, будучи еще ученицей этой школы, помнит о том, какие легенды ходили про это место. В детстве мы на школьном дворе тут часто гуляли. Видели, что там у нас построены такие, как небольшие бетонные будки. И мы по своим легендам передавали, что есть там подземные входы, через которые можно проникнуть в наш этот подвал. Площадь подвала 700 квадратных метров. И вместить себя он может соответственно. Много проходов в помещении, где-то низких и даже высоких. Убежище немного напоминает лабиринт. В школе есть три входа в подвал. Администрация предполагает, что если он был оборудован в качестве бомбоубежища, то значит должны быть выходы на задний двор улицы. Кроме того, ходят слухи, что убежище есть не только под школой, но и под самим поселком. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первокарагандинский. И еще об одном. Ученики 45-й гимназии готовы к новому учебному году. Такое заявление сделали школьники на празднике первого звонка. Дети пели, танцевали и встречали своих малышей и первоклассников бурными аплодисментами. Старшеклассники обещали им во всем помогать. Сегодня очень оживленно и весело отпраздновали 1 сентября ученики 45-й гимназии. Они выстроились в одну линейку и исполнили гимн. Затем звучали поздравления и песни. Посмотрите вы на нас. Вы стояли, долго ждали. И обдумывали, и в школу вечером сказали. Ух, гора свою снеечку. Одиннадцатиклассник Андрей Алексюк поделился своими ощущениями. Для него стать выпускником – большая ответственность. Ведь хороших результатов и осуществления надежд ждут не только родители, но и учителя. Между тем, парень уже стал победителем республиканских, областных и городских олимпиад. Что мы опора школы и то, что мы должны помогать. И в основном все лежит на нас. Ну, конечно, это и приятно, и серьезно. Но мы думаем, что справимся. Мы готовы. Когда этот год закончится, я буду вспоминать и думаю, что буду скучать. Буду приходить иногда. Вместе с учениками новый учебный год начали и педагоги. Для них сегодняшний праздник не менее важен. Ведь с каким настроением пройдет первый день, так и сложится весь учебный год, утверждают они. В этом году гимназия радушно встретила 99 первоклассников с русским языком обучения и 21 ученика с государственным языком обучения. У нас очень хорошие ребята. И 11 класс, конечно, мы надеемся, что они покажут очень хорошие результаты и на ИНТ. И вообще это просто интересные, одаренные дети. Такую оценку дают учителя своим воспитанникам. Педагогический коллектив школы верит, что их учащиеся – самые лучшие. Айам Амлина, Исламбе Госпан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Аман Сауголмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова